Всем здравствуйте! Вы на канале Банковский. Давайте с вами разберем тему, почему же не одобряют рефинансирование кредита. Ну, из основных проблем, по которым могут не одобрить рефинансирование кредита, это либо у вас плохая кредитная история, либо недостаточный уровень дохода. Потому что если на данный момент у вас, допустим, уже имеется, как у вас может возникнуть вопрос, имеется кредит, вы просто хотите сделать, допустим, рефинансирование в каком-то другом банке по сниженной процентной ставке, то есть по факту этот закроется, а новый откроется, то по факту какая, допустим, разница, какой у вас уровень дохода, если вы до этого же платили, все у вас было корректно, все было вовремя, без просроченных платежей. То почему сейчас вам предоставляют отказ и не одобряют рефинансирование в каком-то другом банке по факту на этот же действующий кредит? А здесь, как бы в любом случае, получается на усмотрение банка, то при отказе вам придет смс-сообщение, в котором будет указано, что у вас недостаточный доход для рефинансирования какого-либо кредита. И независимо, платили вы до этого, не платили, хорошая у вас кредитная история, плохая, то есть это тоже может не влиять на то, что вам одобрили, либо не одобрили. Поэтому просто имейте в виду, что не факт, что вы получите одобрение. Тем более, если, к примеру, у вас плохая кредитная история, вы об этом знаете, да, то тогда точно навряд ли у вас получится сделать рефинансирование. Потому что рефинансирование, по факту, это новая подача заявки в новый банк. А, допустим, тот банк, в котором у вас сейчас оформлен кредит, может быть более лояльный был по условиям, чем новый, в который вы подаете. Поэтому, если вам нужно изменить условия по вашему действующему кредиту, попробуйте тогда сделать либо реструктуризацию, либо кредитные каникулы. Если вы все вовремя платите и без просрочных платежей, то ваш действующий банк, я уверена, пойдет вам навстречу, потому что ему будет выгоднее, допустим, распределить вашу сумму на больший срок, чтобы у вас был меньше ежемесячный платеж, да, либо же вообще не получать от вас ежемесячные платежи и потом в дальнейшем какие-то судебные разбирательства проводить. Поэтому, если не получается сделать рефинансирование, попробуйте найти другой выход из ситуации. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала Банковский. Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх, обязательно подписывайтесь на канал и всем пока!